Вторую домашнюю победу одержала хоккейная команда «Магнитка». Подопечные Равиля Гусманова строго сыграли в обороне и помогли своему вратарю Александру Смолину заработать первый сухарь в профессиональной карьере. В итоге единственной заброшенной шайбой хозяевам оказалось достаточно для успеха. С подробностями наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. В стартовом периоде магнитогорцы атаковали заметно больше, но сумели довести шайбу до створа ворот соперника лишь восемь раз. Около десятка бросков поймали на себя полевые игроки «Кристалла». До конца второго отрезка хозяева успели трижды поиграть в большинстве, но никак не могли подобрать ключи к великолепно действовавшему на последнем рубеже Егору Корзину. Все должен был решить заключительный отрезок. Просто действовать агрессивно, прямолинейно, все на ворота, закрывать. Надо с мясом затолкать при такой игре. Больше нельзя играть в красивый хоккей. Надо просто все от простого, все вперед. И просто забить этот первый гол, тогда пойдет другая игра совершенно. Первыми в этот вечер забили гости, но магнитогорцы вовремя заметили помеху вратарю перед голом, сделали тренерский запрос и взятие ворот было справедливо отменено. А на экваторе последнего периода, после передачи Никиты Зимина, Егор Пензин воплотил то, о чем говорил в перерыве. Он выкатился из-за ворот, попытался продавить голкипера, шайба отскочила на свободное место и первым к ней успел Борис Осипович. В оставшееся время саратовцы отчаянно пытались спастись, но Александр Смолин был великолепен. Он отразил 33 броска, еще 21 приняли на себя его партнеры. Итог 1-0. Смолин Александр, первый его сухарь в карьере, как будете поздравлять? Конечно, поблагодарим. Молодчик держал команду в тонусе, вытащил много моментов, нас выручил. А так никого выделять не буду, вся команда молодцы. Следующий матч «Магнитка» проведет 28 сентября против ЦСКА ВВС из Самары. Прямую трансляцию встречи смотрите в нашем эфире в субботу в 12 часов 55 минут. Павел Зайцев, телекомпания ТВИН.